Здравствуйте, дорогие друзья! Несколько слов про испытания, то, что не все любят. А если честно, то никто и не любит. Написано в комментарии Раша на стих, и попросил Яков сидеть в мире, им сразу навалились на него испытания Иосифа. Всевышний говорит, мало того, что ты должен получить удовольствие в великом грядущем мире, ты еще хочешь гармонии в этом мире. Напрашивается много вопросов здесь, но сущность испытаний, я расскажу маленькая притча Хавицхайма. Он один еврей, служил у помещика, помещик был злой, противный, иногда бил этого еврея, раз-два ударит его. Невмоготу ему тяжело, но он держался. Вот в один день он десять раз его ударил, и тот расстроился, и все, понял, что все. Всеми правдами и неправдами решил к царю пожаловаться. Пришел к царю, поведал о своем горе, и царь решил проверить это все. Выяснилось, что он говорил чистую правду, и приказал монарх доставить к нему этого помещика. И присудил ему тому пять лет тюрьмы за нанесение побоев и штраф компенсацию в пользу этого еврея в размере 50 рублей. Это по тем временам невероятные деньги, рубль там корова стоила. За каждый полученный удар. Он возвратился домой расстроенный, хотя жена думает, в чем дело, они знают решение суда, испугались, думали, мало ли что. А он чуть не плачет, говорит, ну, представляете, если бы он меня ударил еще немножко, ну, еще пару раз, еще десяток раз, я был бы богатейшим человеком. Это суть испытаний в этом мире, это суть этого мира. Говорят мудрецы, когда встречаются трудности испытания, не должен ни огорчаться, ни опускать руки. Надо помнить, что за свои усилия он непременно будет вознагражден. И надо помнить, что это мир, мир испытания, а не какого-то другого, ничего себе не надо придумать. Надо только знать одну вещь. Когда испытания от Бога, Бог дает силы выстоять в этом испытании. Когда мы сами ищем себе приключения на одно место, ну, тогда как пойдет. Поэтому испытания категорически не надо искать, они, к сожалению, сами нас найдут. Царь Давид, величайший из величайших, попросил себе испытания, сказал Богу, я хочу, чтобы ты меня испытал, как Аврамаец, как Аякова. Бог его испытал, и он не выдержал. Царь Давид не выдержал, а как нам выдержать? Поэтому каббалисты говорят, что испытанию радоваться очень сложно. Но, повторяю, искать испытания себе, это еще большая ошибка. Надо помнить, знаете, вот кошка от удовольствия крутит хвостом. Но если ей крутить хвост, она удовольствия никакого не получает. Поэтому человек должен понимать испытания, но не искать их. Написано, что чем больше испытания, тем больше Бог тебя любит. Ну, как понять нам это? Только одним образом. Мы вспомним Аврама, самый любимый человек. Десять испытаний. Машера Бейну. Вспомните его жизнь. Изгнание, тюрьма, в яме где-то его посадил, этот будущий тесть. Сплошные там вечные войны с народом. То есть это великий человек. Это величайшее из величайших. Все испытания, они были от Бога, потому что этот мир, мир испытаний. Именно высший суд постановляет, кому какую долю испытаний послать в этом мире. Поэтому, когда говорят, что испытаниям надо радоваться, вот тут нам сложно. Да, наверное, есть такие люди, которые на высоком уровне радуются испытаниям. Но нам хотя бы надо справляться с теми, что у нас будет, избегать тех, которые нам не нужны. Мудрецы учат, кстати, что мы можем превратить свои поступки в золото. Любой человек, кем бы он ни был, адвокат, врач, водитель, продавец мобильных телефонов, я знаю, может только получать деньги за свою работу. А может в течение дня, его там чем-то расстроили, а он не отвечает. Он улыбался весь день, то есть нес какое-то добро в мир. И вежливо с кем-то разговаривал, когда явно испытывали его терпение. Вот так можно превратить материальность в духовное золото. Так можно превратить даже мелкие житейские испытания в то, что приносит нам что? Правильно. Что приносит нам потом большой-большой духовный дивиденд. А вообще надо помнить, что все в жизни не постоянно. Если все идет хорошо, наслаждайся, ибо это не продлится вечно. Если все идет плохо, не беспокойся, говорят мудрецы, это тоже долго не протянется. Брахава от слаха всего самого лучшего.